После четырехмесячного перерыва Одинцовский клуб активное долголетие возобновил свою работу. Люди пенсионного возраста могут вновь вернуться к своим любимым занятиям. Сегодня по расписанию первая посткарантинная тренировка по скандинавской ходьбе. Раисе Ивановне 78 лет. Скандинавской ходьбой занимается уже три года. Говорит, за период вынужденной изоляции отношения в коллективе стали крепче. Первую тренировку участники группы ждали с нетерпением. Встреча долгожданная, желанная. Поэтому настроение очень бодрое, отличное, хорошая погода. Думаю, сегодняшний день принесет нам много положительных эмоций. Тренер группы уверяет, все меры безопасности соблюдены. Социальная дистанция для профилактики коронавируса. Строгий контроль за самочувствием. После утренней разминки спортсмены выдвигаются на 4-х километровый маршрут. По словам тренера, скандинавская или нордическая ходьба – самый безопасный и эффективный вид физической активности. С чисто бегом, если сравнивать, на 27% нагрузка уменьшается. Теперь укрепляется верхний плечевой пояс. Также группа мыш сразу вовлекается где-то около 90%, при беге оно где-то 60-65%. По мнению членов клубного объединения, скандинавская ходьба – залог хорошего настроения и поддержки мышечного тонуса. В некоторых случаях тренировки даже заменяют физиотерапию. Она способствует укреплению здоровья. В данном случае у меня болезненные ощущения были коленных суставов. И три года, как я занимаюсь, я уже от этого избавилась. Надеюсь, что и дальше будет так же продолжаться, как сейчас. Чаепитие – приятный бонус. Участники активного долголетия собрались в теплом кругу, чтобы отметить успешное завершение тренировки и побеседовать. Окончание карантина – особый случай. Тренер поблагодарил всех присутствующих. Самое удивительное, что мы все живы-здоровы, собрались здесь. Значит, иммунитет у нас очень высокий, и мы не поддались этой болезни. Физическая активность помогает поддерживать иммунитет и дарит молодость. Занимайтесь спортом даже в этот непростой период и будьте здоровы.